В 1982 году в Москве в цирке на Цветном бульваре иллюзионист Игорь Киво на глазах у изумленной публике сжег Аллу Пугачеву. Ее пластинка «Зеркало души» тогда крутилась в каждой советской семье. Конечно, это был фокус, но какой? Чтобы добиться постановки пожароопасного трюка, иллюзионист дошел до самого министра внутренних дел. Щелоков, прочитав записку Киво, решительно написал на листке «Пугачеву сжечь». Киво, у вас неприятности? Элегантный, улыбчивый, всегда одетый с иголочки, Игорь Киво перевернул взгляд на советский цирк. Ему удалось создать принципиально новое шоу, соединить на маниже эстраду и магию, и все это продать на телевидении. В его представлениях участвовали звезды кино и политики от Александра Абдулова до Владимира Жириновского. За каждым поворотом судьбы Игоря Киво своя тайна или интрига. Например, сначала Киво хотел сжечь Людмилу Гурченко, но та отказалась. Тогда-то и вспомнили о Пугачевой. У Аллы хватит духу, да и экстравагантности ей не занимать. Заметил кто-то из творческой труппы. И сжечь ее не жалко. Якобы добавил кто-то из присутствующих. Оказывается, в этой постановке Киво не был оригинален. Подобный номер репетировал сам Юрий Никулин. В качестве исполнительницы главной роли выступала жена артиста, профессиональная клоунесса Татьяна Никулина. Чтобы вы понимали по ощущениям, это был реальный огонь. Повесили специальную, значит, так сказать, отражающую, огнеотражающую ткань на купол манежа. И вы представляете, представьте себе, какой был жар, там, градусов 50. Потому что вот это весь огонь пошел туда вверх, на купол, отразился, ну, уже вот эта вот жара, и пошла на зрителей. Я понял, почему его не исполняли, этот трюк. Это просто опасно. Пугачеву хотели вывести на манеж через верхние ряды зрителей. В костюме клоуна, с шумом, скандалом. Но в итоге сценарий переписали под реквизит гигантскую крутящуюся пластину. Огоньку решила добавить и сама Алла Борисовна. Песню «Миллион алых роз» она пожелала исполнить под куполом цирка. На репетиции Кио и Пугачева поссорились. Игорь Емельевич категорически возражал против полета. Но, говорят, Алла Борисовна тайно подарила ассистенту пластинку со своим автографом. Во время выступления тот нажал кнопку, и певица на трапеции взмыла на 20-метровую высоту. Пугачева там, она такая же, как и он, видимо, с головой. Она вдруг решила, значит, там без страховки выскочить из этого огня и кататься на этих вот каруселях, там под куполом цирка. Чуть-чуть инфаркт у всех этих служителей вообще привела к инфарктному состоянию. Кроме самой Пугачевой, которая даже в те годы весила немало, в воздух поднялся и 300-килограммовый рояль. И это уже сработал гений Кио. Эстрадно-цирковое шоу «Аттракцион» неизменно собирало аншлаги в течение трех лет. Артист на манеже, это же, он должен же быть для всех. Зрители, которые сидят, они же не виноваты, что они купили билет таким образом, что они видят, извините, вашу спину. Значит, им надо показать, что это им. И весь реквизит должен быть все время на 360. Это свое искусство. В те годы даже опытные иллюзионисты с мировым именем использовали угол обзора, не превышающий 180 градусов. Игорь Кио первым расширил эти границы. Игорь Кио. Авантюрист или гений? Кио рисковал. Одно неверное движение могла случиться трагедия. Магия фокуса, как и его мастерство, были бы дискредитированы навсегда. Что же заставляло идти на такой риск? Авантюрная жилка? Профессиональные амбиции или деньги? Есть более простая и очевидная для многих версия – любовь. В 82-м Кио исполнилось 38 лет. Пугачевой – 33. Молва, которая, как известно, не врет, приписывала им бурный роман. Для слухов существовала отличная питательная среда. Кио официально женат уже в третий раз. Впервые вступил в брак в 18 с Галиной Брежневой, дочерью генерального секретаря ЦК КПСС, которая была старше юного покушника почти в два раза на 14 лет. Они тут же побежали в ЗАГС, расписались, пошли отпраздновали это в ресторане «Прага» и тут же уехали на гастроли. Но она сделала роковую ошибку, я имею в виду Галина. Она написала папе записку, что папа Ява влюбилась, вышла замуж и уехала на гастроли. До скоропалительного брака с Игорем Кио Галина Брежнева побывала замужем за другим цирковым – акробатом Евгением Милаевым. Тот, по воспоминаниям очевидцев, не раз предупреждал коллегу или соперника. Галина Леонидовна не лучше других баб, пойми, тебе это не надо. Но, видимо, у Кио был свой интерес. Предполагали – тщеславие или связи. Брежнева сама по себе была достаточно одиозной фигурой. Есть мнение, что она была властна. Есть мнение, что она была достаточно капризна и не считалась вообще с какими-то нормами, если перед ней стояла некая цель. Поэтому я больше склонен думать, что когда она увидела Кио, она приложила усилия для того, чтобы его завоевать. А это как раз, наверное, отвечало каким-то внутренним амбициям Кио, поскольку он считал, что он особенный. И как раз совпали какие-то интенции, где это воспринялось так, что да, я имею право, да, это нормально. Брак Игоря Кио с Галиной Брежневой продлился всего 9 дней. С подачей высокопоставленного отца новобрачной Леонида Ильича вмешалось КГБ. Он был позонтный, он был симпатичный, он был с харизмой, он мог произойти эффект. Какие у вас неприятности? Что-что? Неприятности. Какие? Вы вчера сожгли последнюю женщину. Вся его природа говорила о том, что он будет, конечно же, на сцене, на манеже, он будет на виду. Говорили, главная загадка Игоря Емельевича способность завораживать женщин. Кио их буквально околдовывал. Настолько, что после выступления он частенько убегал из цирка с черного хода, приклеив усы и натянув парик. Так скрывался не только от многочисленных поклонниц, но и, опять-таки, по слухам, от их обманутых мужей. Сверкающую цирковую атмосферу будущий волшебник погрузился еще в раннем детстве с подачи своего отца, иллюзиониста Эмиля Кио. В 15 Игорь успешно заменил на гастролях заболевшего отца, а мог стать знаменитым футболистом. Он говорил о том, что он, даже занимаясь футболом, сам понимал и знал, что все-таки его тяготеет искусство. Это семья, в котором был лоск, изысканность, шик. И они так все одевались. Вот эти вот набриолининые волосы Игоря Емельевича Кио и Эмиля Теодоровича Кио. Вот эта вот с иголочки одетость. Ну, какой футболист? Вся его природа говорила о том, что он будет, конечно же, на сцене, на манеже, он будет на виду. В 1967-м, во время гастролей в США, журнал «Нью-Йорк Таймс» опубликовал статью, посвященную советскому иллюзионисту. Пусть шутку, но его сравнили со Сталиным. И у того, и другого постоянно исчезают люди, писали журналисты. Кио не скрывал. Такое сравнение ему льстит. Это был какой-то момент, связанный с неким нарциссизмом. То есть он понимал, вот как он может воздействовать. Он понимал, что у него есть некое право каким-то образом делать, удовлетворять свои потребности, в том числе в отношениях с женщинами. Он был импозантный, он был симпатичный, он был с харизмой, он мог производить эффект. Он пользовался этим как инструментом для удовлетворения, наверное, своих амбиций, потому что ему было мало удовлетворять профессиональные амбиции. Своих ассистенток он сжигал, распиливал и заковывал в цепи. Количество выступлений доходило до 700 в год. При таком графике уверены противники слухов о его бесконечных любовных связях уже не до романов. Профессиональный артист – это профессиональный артист. Он должен свое реноме блюсти. И когда создается флёр того, что он там бабник, то он ещё кто-то такой, он никогда не будет говорить «нет». Но он не должен опускаться, что-то объяснять кому-то. А у него было три брака официальных, и я думаю, что ему было не до каких-то гулянок и всё прочее, потому что, я ещё раз повторю, это работа без выходных. Понимаете, это совершенно другая работа. Это доказывает и ещё один факт. Все три официальные жены иллюзиониста были из цирковой среды. Более того, вторая супруга осталась в семье Кио. После развода с Игорем она вышла замуж за его родного брата. Игорь Кио – авантюрист или гений? Деньги. Вот причина, которую многие называют его главным магическим стимулом – работать и изобретать. За каждый выход перед публикой Кио получал 25 рублей. Высшая тарифная ставка в то время. Плюс доплаты за зарубежные гастроли. Он покорил и иностранную публику. В 1970-м стал единственным в мире иллюзионистом, получившим премию «Оскар». Но фокус есть и здесь. Это не кино «Оскар», а европейская награда, названная в честь одного из служащих брюссельского цирка. Однако, какое громкое совпадение. Гастроли Кио организовывали ведущие мировые импресарио. Его ждали на всех манежах мира. И это открывало новые возможности не только для покорения циркового Олимпа, но и для параллельного заработка. На контрабанде. В той или иной степени ей занимались многие советские артисты, получившие возможность выезда за границу. Свои схемы существовали и в цирке. Конечно, привозили. Пакеты привозили. Полиэтиленовые. Их не было в Советском Союзе. Один пакет 3 рубля стоил. Они привозили по 100, по 200 пакетов. В контейнер пакетов. Даже не представляете, какие это деньги. Джинсы, покупающие за 12 долларов, они здесь продавали за 200 рублей. А 200 рублей, ну, зарплата была 100-120. Конечно, привозили. Все привозили. Все, кто мог, привозил. Брутья клеток с тиграми и львами прятали кольца и кулоны. Места стыков закрашивали черной краской. Стеклянные украшения на костюмах меняли на драгоценные камни и золотые цепочки. А за границей отпарывали. В гостиницах цирковые продавали русскую икру. Полученную валюту спускали на джинсы, которые везли на реализацию в Союз. Известно, что все советские артисты за пределами СССР находились под жестким контролем спецслужб. В каждой труппе присутствовал как минимум один особист. Для Кио, уверен ряд экспертов, это не было препятствием. И каждый раз, поскольку он был основной фигурой, поскольку на него шли, поскольку он, условно говоря, делал кассу и производил определенные впечатления системные, его покрывали. То есть это не было скандалом. Это не было каким-то моментом, где указывали на его какие-то моральные дефекты или слабости. Это просто принималось, потому что это Кио. И у Кио возникала обратная связь, что если это принимается, значит, он может, он достоин, у него есть право и так далее. Есть предположение, что и Игоря Кио с Галиной Брежневой после развода крепко связывали вовсе не романтические, а деловые отношения. Как известно, дочь генсека увлекалась бриллиантами и активно ими торговала. Впрочем, в такой прагматизм отношений верили не все. Кио к этому не мог просто иметь никакого отношения, потому что вся эта бриллиантовая спекуляция, она была внутри страны. И заключалась она в очень простой вещи. Она от папы узнавала, что будет, условно говоря, через неделю новый указ о поднятии цены на бриллианты. И они приезжали в магазин вместе с Щелоковской женой, закупали там все эти самые дорогие бриллианты по вот этой старой цене. А когда наступала новая цена, они их сдавали обратно и получали вот эти вот огромные деньги, которые ему ни одной, ни второй были не нужны. Сохранили служебные записки министру внутренних дел Щелокову, которому докладывали о махинациях Галины Брежневой. Но тот ничего не мог сделать. Даже не из страха перед ее отцом генсеком. В преступных схемах оказалась замешана его собственная жена, Светлана Щелокова. Об Игоре Кио в тех документах ни слова. Где бы ни появлялся со своими иллюзиями Игорь Емельевич Кио, его ждал головокружительный успех. Возможно, не обошлось без элементов гипноза. Косвенно такое предположение подтвердилось в 90-е. Они ощущали некое, может быть, даже превосходство, потому что они владеют эмоциями, умами людей. В 1955 году все советские цирки были проинспектированы партийными комиссиями. Дрессировщика Дурова обвинили в моральном образе жизни в быту. Эквилибрист Нестеров устроил пьяную драку в центре Куйбышева, а фокусник Ларин 7 лет не платил партийные взносы. Контролеры пришли в ужас, о чем и доложили в отчете секретарю ЦК КПСС Дмитрию Шипилову. В семье иллюзионистов Кио никакой аморальщины не нашли. Они оказались образцом и в жизни, и на арене. Игорь Спеленок рос в мире блеска, успеха и обмана. Они находились под воздействием 24 на 7 этой атмосферы, в которой рождались фокусы, создавалась определенная атмосфера. То есть, по большому счету, они чувствовали себя избранными. Они были избраны. И, соответственно, у них возникала вот эта и потребность делать, и потребность в некой оценке со стороны. И они ощущали некое, может быть, даже превосходство, потому что они владеют эмоциями, умами людей. После скандала 1955 года систему упорядочили, объединив все площадки под крышей Союзгосцирка. Значительно повысили требования к училищам, которые ранее готовили только акробатов и жонглеров. Совпало или нет, но в Аршаю, 1956, случился триумф советского цирка. Исполнители девяти номеров из СССР стали лауреатами Первого международного фестиваля циркового искусства. В Государственное училище циркового истрадного искусства было попасть практически невозможно. Был невероятный конкурс. Почему? Потому что на тот момент уже понимали, что это один из выходов, так сказать, за границу. Причем не какой-то из советского, а не Румыния, Польша и так далее, Болгария. А это уже была, как кажется, западная Европа, это была Америка и так далее. Для Киева с юности словно не существовало границ. В 21 год его пригласили выступать в Японии. В 23 он поехал на гастроли в США вместе с Юрием Никулиным. И далее Турция, Франция, Югославия. Казалось проще пересчитать страны, в которых он не был. Игорь Кио. Авантюрист или гений? Кио, у вас неприятность. Где бы ни появлялся со своими иллюзиями Игорь Емельевич Кио, его ждал голокружительный успех. За автографом к советскому фокуснику выстраивались толпы фанатов, завороженных его магией. Но вот еще одна загадка. Создавал ли он ее сам? Или умело воспроизводил разработки и идеи своего отца? В 1932 году Эмилия Кио заметил на сцене эстрадного театра в столичном парке культуры и отдыха один из основателей советского цирка Александр Данкман. И пригласил на арену. Иллюзионист работал с лучшими режиссерами, в том числе Марком Мистечкиным. К 50-м годам его знала вся страна. Были и те, у кого талант Эмиля Кио вызвал настоящую панику. Сам Игорь рассказывал про отца, как однажды они сели в такси, и водитель узнал отца Кио и говорит, что, слушайте, вот я знаю, что вы великий обманщик, фокусник. Он говорит, да. Ну вот смотрите, мы сейчас приедем, я вам дам рубль, а вы мне дадите 99 рублей сдачи. И когда они приехали, значит, этот таксист задумался и стал отчитывать, и отсчитал 99 рублей, дал отцу. Они вышли из такси, тот лишь хотел обижать такси, вернуть эти деньги. Таксист уже уехал. Он вернул эти деньги, естественно, потом через там все. Но среди таксистов все, самое страшное, Киеву возить нельзя. Возможно, не обошлось без элементов гипноза. Косвенно такое предположение подтвердилось в 90-е. На гребне популярности Кашпировского и Чумака Игоря Емельевича Киева буквально завалили предложениями заряжать воду и исцелять страждущих. Он отказался. Хотя наверняка имел бы успех. Они привлекали народа. Они давали возможность ему прикоснуться к каким-то вещам, отвлечься от той суеты, от тех будней, в которых они были, расслабиться, получить удовольствие на том языке, на том уровне интеллекта, на котором это было возможно. Поэтому он воспринимался очень легко и органично. Даже самые прагматичные и приземленные люди верили, у Кио есть магические способности. В качестве примера приводили случай с собранием жилищного кооператива архитекторов, в котором Циркач приобретал квартиру. Согласно правилам, устроили жеребьевку. Бумажки с номерами квартиры подъезда втянули вслепую. Кио пришел на собрание с женой, у которой в шутку спросил, на каком этаже хочешь жить? На последнем, смеясь, ответила супруга. Через минуту Игорь Емельевич вытащил бумажную полоску, развернул и показал в зал. Все увидели крупную цифру – 12. Это недопустимо, начали скандалить собравшиеся, превратить собрание архитекторов в балаган. Это совпадение, пожимал плечами будущий новосел. Он со временем, с возрастом становился еще более добрее, я бы даже сказал, проще. И человек, который все прошел, и славу, и деньги, и все-все-все, и всех людей знаменитых, с которыми он дружил. Он постоянно ходил на футбольные матчи, дружил с Бесковым, смотрел футбол, сболел за «Динамо». Ну, простой человек, господи. Ну, профессия – это всего лишь профессия. Ну, это надо понять в какой-то момент. Покупку квартиры действительно частично компенсировали его иллюзии. Но это была честная сделка. Игорь Кио продал два номера Дэвиду Копперфилду. Каждый за 25 тысяч долларов. Иллюзионист вновь удивил публику в начале 90-х. Теперь он играл не с огнем, а с водой. Перед объективами камер и на глазах у тысяч зрители его посадили в мешок, мешок заперли в сундуке и с вертолета спустили на дно Останкинского пруда. Через считанные минуты Игорь Емельевич сорвал овации, выехав на лимузине. Говорили, он уже был готов пройти сквозь кремлевскую стену. Не успел. Подвело здоровье. Король обмана ушел из жизни в 62 года. Редактор субтитров А.Семкин